Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! С вами Ирина Яскович в рубрике «Разрушение иллюзий». Уже была записана мною запись по поводу того, как жили славяне на этой земле под впечатлением одной из программ. Я не знаю, выпущу я ее или нет. Хочу просто сделать, наверное, новую запись, может быть, более, может и менее прекрасную. Итак, давайте себе представим, что люди, которые ушли на север, в холодный край, должны были обладать, наверное, желанием быть свободными. И в них было много трудолюбия, да, и определенные знания. Или это было не так? Это нам так хотят сказать, что люди ушли на север, в теплых краев. А действительно ли это было так? Или это было не так? Сейчас есть новая версия о том, что климат был другой. И что по тем находкам, которым анализируем на землях Сибири, можем увидеть, что там был тропический климат. И какая-то катастрофа, которую точно пока писать никто не может, мы можем предположить, что некая сила повлияла на климат. И произошло очень быстрое изменение климата. То есть климат стал холодным. Буквально за какой-то небольшой период. И уже мы имеем другую версию о том, что было некое государство, которое обладало определенной мощью. И в результате своей гибели мы получили то, что люди из этого государства оказались на холодной земле. И не только люди, и животные, и растения массово гибли от изменения климата. И только некоторые смогли приспособиться к новым условиям. И имея зерно, которое в общем... Давайте будем говорить честно, что по моему видению, потому что каждый имеет свое видение, представление. И многие факты, которые лежат в основе этих представлений, такие или нет, отрывочные они или нет. Мы будем говорить о том, что достигнув определенного уровня развития человечества, получила кризис. Кризис, обнуливший само человечество и определивший... Этот кризис сам определил то, что путь развития был неверен. Если мы получаем глобальный кризис, то, соответственно, путь развития будет неверен. И остатки великих знаний, великой цивилизации мы увидим по всему. И так определенно великое государство имело в основе своей свободных людей, которым пришлось приспособиться к холодному климату и начать свое развитие практически с нуля. Однако и уже в языке мы найдем с вами, что эти люди прославляли природу, жили в гармонии с природой, развивались там науки и ремесла. И существовало такое родовое равенство между всеми. Человек на холодных землях являлся драгоценностью, существовал взаимопомощь, ответственность, чтобы выжить в этих условиях. Те народы, которые пришли на земли ближе к морю, это сейчас Украина, Белоруссия, также Москва, то есть это часть земли, впоследствии структуризировалась другой строй, получилась структура. А другие же народы, находясь в Сибири, так долгое время и оставались неструктурированы и жили своим старинным укладом. Так вот, представьте, что живет большая семья, друг другу помогают. И кто-то приходит и говорит, слушай, теперь вот земля, на которой ты живешь, и где ты хорошо живешь, она теперь не твоя. Но так же произошло. Она теперь принадлежит вот батюшке-царю или вот этому вот князю. Он о тебе будет заботиться, чтобы вот враги не не разрушали это. И вот так, как ты живешь, это неправильно, потому что мы тебя еще и научим жить. Нормально так человек живет. У него все хорошо. Песни поет, хозяйство ведет. И вдруг такая ситуация. Естественно, в сознании народа, это то, что сейчас хочется если что обсуждать генетический код русского человека или славянина. Давайте посмотрим, как вообще будет вести себя человек, если он всю жизнь продуживает, у него равенство, а тут разделение слоя, тут привнесение какой-то чуждой культуры и навязывание совершенно непонятного нового Бога и так далее. Естественно, это было в воспринятке как огромное сопротивление всему этому. Но для этого практически на календарно-обрядовые праздники накладываются православные праздники. Это мы можем назвать как знакозаменение то есть те праздники, которые были энергетические, те праздники, которые, те обряды культуры, мышления, которые были связаны с мистикой, с познанием природы, осознанием того, что ты чему язычник, это языки пламени, осознанием того, что ты являешься небольшим пламенем и в роду ты являешься большим костром, именно так проходят, проходили большие праздники, как Ивана Купала, где вся община собиралась, весь род собирался возле огромного костра, все чувствовали единство. Это было в песнях, это было в плясках, это было в священных обрядах, прощание с Купалой, провожать солнце, которое возрождается. Все это заменяется на другое совершенно чуждое этим людям восприятие. Идет колоссальная борьба. Навязанный строй решает человека того, что он перестает быть хозяином своей земли. Он должен, то есть, расслоение происходит, кто-то начинает быть над кем-то. На протяжении всех веков в течение постоянного навязывания, навязывания нового, а это было навязано, это было жестоко навязано, постоянной борьбы с этим, естественно, знания в этих местах укасают. Естественно, все реформы приводят к тому, что весь этот строй разрушается, но он остается в языке, понимание остается в языке, в мастерстве и в самом внутреннем, геогенетическом укладе внутреннего понимания человека. И так навязывается сначала одна культура на другую, а затем эта культура сменяется следующим строем, уже советским строем, а затем сейчас у нас непонятно какой строем, государственным строем. И в связи с бесконечной борьбой, опустошением, отсутствием чувства того, что вот твоя природа и единство. Славяне утрачивают саму суть своих знаний, утрачивают понимание того, как они взаимодействовали с природой, что такое радуга, как они общались со всеми стихиями. Это не только пять элементов, там, свет, вода, земля, Лавиин видел, он прославлял природу, как это до сих пор делается в тех местах, например, в Бурятии, где цивилизация не совсем затронула внутренний уклад жизни человека. И это приводит к тому, что меняется сознание самого человека с бережного хозяина на такое дисгармонирующее существо. И сама земля, земля, на которой жил человек, с которым объединялся, она давала силы, она давала знания, то есть само окружение, само поле формировало человека сильного духа, человека широкой натуры, человека, который был ответственен лишившись своих корней, лишившись внутренних знаний, естественно, придя к состоянию дисгармонии, нет опоры, нет знаний, человек, как загненное животное, становится агрессивным, у него появляется барбарское сознание. Итак, говорить о том, что славянский первичный строй и наш генофон гораздо глубже, чем мы сейчас можем это увидеть. и сейчас пришло именно время осознать многие вещи, и это время нам доступно вернуть утраченное, просто даже не особо может быть проникать в глубину, хотя это легко проникнуть, то есть понимание того, как я вам рассказала, что все это утрачено, и время того, чтобы просто это вернуть. Люди передавали знания, понимания мандалы, языка света, люди гонени этих виден имели энергетические способности, как мы говорим, маги, колдуни, но они не были варварами, это считалось как дар природы, если ты умеешь с ней взаимодействовать, это дар природы, который надо развивать, и который нам пришел из как раз древних цивилизаций, где мы правда не знаем, но уже понимаем, что эти дары у человека были. Таким образом сейчас может происходить трансформация к тому, чтобы просто каждый из нас раскрыл то, что в нем есть. давайте поговорим о кинофонде. Как раз я вам уже сказала, что поле и формирует генетический код и понимание, и что такое вообще геном? Это некая вибрация, записанная в зафиксированном коде. Но это не значит, что эту вибрацию нельзя изменить, можно только на физическом уровне этим управлять. Каждому из нас дан ключ к этой вибрации. Каждому из нас дана возможность управлять своей реальностью, своим генетическим кодом и изменять его. И как я говорила в предыдущей части, то есть энергетически трансформироваться. Если вернемся к той части, которая была записана, но я не хочу выпускать, потому что она отклик на какие-то рассуждения побочные. хочется сфокусироваться на основном. Если мы имеем какие-то отрывочные знания, отрывочные знания, то наша картина неполная. И, соответственно, исходя из рассуждения отрывочных знаний, места того, где мы находимся, например, в каком классе, класс, я имею, социальный человек жил, воспитывался, если этот класс, допустим, социального уровня капитала, человек обладкан капиталом, то вряд ли он представляет жизнь иную. Его мировоззрение сложное так, что его жизнь вращается вокруг той позиции, которую крепко он имеет. Он, допустим, именит, признан, у него есть материальные возможности и вряд ли он может встать на понимание того человека, который живет иной жизнью. Соответственно, все его рассуждения будут относительно той точки его зрения, в которой он находится. Так это происходит. И мы смотрим на этих людей, смотрим на их рассуждения, которые пытаются как на стадо смотреть на людей и говорить, что вот это стадо надо воспитывать, надо его трансформировать, оно такое безответственное, и что же с этим делать? это позиция человека с определенного угла воззрения, с определенного социального статуса. Но если как йоги или как человек духовно развит, то смотреть на эту же ситуацию, мы с вами поймем, что никакого разделения между нами нет. И человек в любом статусе обладает возможностей познания мира через энергию. Напротив, большие капиталы, взаимосвязи, даже популярность будет мешать этому продвижению, так как это и есть та система коробочки, та структура, о которой я говорила предыдущей части, которая будет преломлять все как есть. А последнее заявление садгула о том, что существуют люди-мистики и люди-ошибки, очень смешное, такое вот резкое заявление о том, что либо мы видим мир таким, как он есть, либо мы ошибаемся, удерживая память, набранную память, частичную, отображающую реальность. И если мы исходим из этой коробочки рассуждения, из памяти, частично отображающую реальность, то, естественно, мы будем заблуждаться. Вот. Таким образом. Представьте, что начинает познавать человек, когда он имеет внутренние знания. Следить за огнем теперь для него это познание энергии огня. Это не просто молиться какому-то богу, это соединяться с огнем. Взаимодействие с водой это познание энергии воды. Это не просто я ношу воду, я не знаю, ловлю рыбу. Это осознанное наблюдение и взаимодействие с уже проявленным ветром, водой, огнем, деревом, животным. и взаимодействие с этим дает опыт освобождения от отстраненности от этого. Потому что чем глубже в нас проникает этот опыт понимания переплетения всего этого, тем больше в нас раскрывается сама система манглы. Итак, наша клетка, которую мы выстраиваем ментальные представления, она лишь отгораживает нас от прямого взаимодействия с этим. а наши корни к книгу, которую мы способны прочитать себе гораздо и не только саму книгу о самом себе, но и книгу о всем мироздании это гораздо интереснее и это истинный путь. В первой части я уже говорила о том, какая разница в принципе это интересно изучать история, но какая разница в принципе когда и по каким причинам мы дошли до этой точки в которой мы находимся. Ведь важно понять, как выйти из этой точки, как обрести обратно те способности, силы, те знания, которые были утрачены, а они были именно утрачены. Как вернуть себя в состояние жизни, а не отстраненности и выживания. Как построить общество, которое будет давать возможность развития, а не общество потребления, насилия и выжимания все из человека, из природы. Как нам создать новое поколение, которое мы можем коротко называть цивилизацией своей земли, своей планеты, которую будет обладать может быть даже на сегодняшний момент непонятными для осознания возможностей. Как раньше люди, например, не могли понять, что человек может летать. А до этого могли понять. Поэтому здесь будет все переплетено. Но опять-таки мы вернемся к тому, что и само время окружает нас со всех сторон. И каждый мир присутствует в том фокусе внимания, в котором мы сфокусируемся. Таким образом мы можем взаимодействовать с озером и с его пластами времени. нам нужно осознать, как жизнь таким образом может раскрываться. Какой к этому есть путь развития внутри каждого из нас. Как освободить себя от жизни реакционной жизни через фильтр и решетку психологического восприятия ментального и эмоционального. и как создать культуру, условия, при котором это все будет процветать. Вот к чему мы должны стремиться. Вот о чем мы должны говорить. Потому что взять обрывочные знания, выстроить картину, предположения, это все очень интересно. Даже Садгура об этом говорит, что я могу рассказать миллион историй, насколько они повлияют на вас. Что должен делать человек, чтобы понять, что вся эта история сейчас есть в нем. Все эти проблемы сейчас есть в нем. Все эти разрешенности сейчас есть в нем. Как с этим жить, как научиться слышать в самые простые вещи. Как научиться открывать себя, чтобы через себя все это проходило, но тебя это не затрагивало, а ты лишь обогащался этим и наполнялся знаниями и погружался в еще более интересное переживание жизни, соприкосновение с импульсом жизни. Вот что должно интересовать нас сегодня. Раскроет меня какой-то танец. Вот я выучу заученное движение, я буду его повторять. Раскроет для меня это. Как надо вкладывать в себя какое-то действие, чтобы это действие было действие силы? Как надо вкладывать себя в какое-то переживание, чтобы это переживание становилось настоящим переживанием? Каким должен быть сам человек, чтобы его жизнь была не пустой? И где в нас существует это равенство, которое было? И где в нас существует та культура и знания, которые в нас заложены в виде памяти предков? И вообще, откуда берется наш дух? И как он руководить нами? Или он не руководит нам? Или его не существует, а существует лишь батюшка-царь, существует лишь денежная система, существует лишь поверхностное восприятие этого мира, а все остальное это выдумка? Насколько мои идеи, которые я продвигаю, влияет на мир, и необходимо ли это? Мы сейчас все хотим продвигать свои идеи, но насколько это необходимо? мы продвигаем свои идеи, мы себя ассоциируем со своими действиями, достижениями, но разве мы являемся сами по себе, мы являемся разве? Наши суд разве является нашим действием? Или наше действие это отображение осознания нашей сути? Я хороший человек, я плохой, я красивый, я добрый? Это лишь представление о себе, или я таким являюсь? Или я могу являться таким, какой я по своему осознанию и по тому, что я выбираю внутри себя? Где останавливается человек, где он запутывается? Почему до какого-то момента развитие в нем останавливает? Что останавливает непосредственно развитие человека? И почему человек дальше не корректируется и не исправляет при помощи осознания эти моменты и не идет дальше? А ведь зачастую это самые простые вещи нашей реакции на что-то и способность услышать через фильтр этого выстроенного авторитетами наших представлений. ниспособность чтобы то, что к тебе приходит проникло в глубину твоего осознания, потому что есть мнение, потому что есть представление, потому что есть реакция. как это возникает? это чушь, да, это ерунда, да, это все сказки, это не проходит вовремя. Или да, я это знаю, это не проходит вовремя. Или я сейчас очень занят, это не проходит вовремя. Сколько времени нужно человеку и что должно произойти с человеком, чтобы он начал дышать и выстраивать себе глубины вот на этом этапе, на этапе осознания того, что в нас есть ноты уже какие-то, у нас есть какая-то огромная книга, которую необходимо прочитать, у нас есть книга всего мироздания, которую ждет, когда мы начнем ее прочитываем, у нас есть все ресурсы, которые способны раскрыть это все. Мы можем обучаться, мы можем обучаться, непосредственно не соприкасаясь с жизнью, мы можем обучаться, непосредственно раскрывая жизнь в себе. Например, в книге Мандала я говорю, что образ даже не сразу разный. Вот чтобы одно отделилось и сфокусировалось наше внимание, чтобы мы выделили даже один цвет или один предмет, все до этого было единым. И образ не сразу даже возник. И в древних языках для того, чтобы описать образ, ему не просто давали имя, ими прилагалось большое-большое описание того, что это такое. Наше сознание, оно не только может выделить что-то, но оно может и увидеть целую картину. Сейчас мы сейчас рассуждаем и любуемся эмоциями человека, насколько он запомнил какие-то фразы, мы говорим, что это эрудирование. Но разве это интеллект самой жизни? Интеллект мироздания, который смог создать удивительных насекомых, растений? Мы говорим, что это раз, радуем, радуем. Но разве мы раскрываем собственные радуемы? Или же мы как копирочный диск, на который памяти мы что-то записываем, потом эта память нам даже мешает развиваться, мы уже не можем ничего записать, и в конце концов эта память падает на глубинный уровень записи мандалы, и все наше развитие на этом закончено. А ведь мы вкладываем колоссальную энергию, наш дух вкладывает колоссальную энергию для того, чтобы появилась наша тела, для того, чтобы мы научились ходить, держать ручку. Сейчас нам кажется это легко, но на самом деле мы вкладывали колоссальную энергию для того, чтобы научиться писать хотя бы одну букву, для того, чтобы сфокусироваться на чем-то. Наше сознание постоянно переворачивалось, и нам надо было успевать создавать собственную лиминанту в этом направлении. Мы приложили колоссальное количество усилий для того, чтобы потом остановить свое развитие на этом. Или иметь поверхностный взгляд на саму жизнь. или обманывать себя, что ой, я живу замечательно. Я ничего не верю, но слава богу, я могу вкусно там поесть, одеться, сходить, пообщаться, что это поверхностный взгляд на жизнь. Я слава богу не определенный статус, который мне позволяет летать на вертолетах. Ну счастлив ли человек при этом? но познал ли он частицы своей собственной жизни? Или он заменил свою жизнь на свои действия, на свои приобретения, накопления, которые он не возьмет с собой и которые его не трансформируют эти нападения. Наоборот, жизнь потрачена в пустую. Нам необходимо задуматься над всеми этими вещами, потому что это тот камень преткновения, который либо открывает сторону иной в жизни. Либо так и остается лежать, закрывая само видение, само знание жизни, само соприкосновение жизни, само познание жизни. Это не сказки, которые можно верить или не верить. Это не иллюзии, не фантазии. Это энергия, которая принимает всевозможные формы ненадолго. И у нас, может быть, у кого-то еще. Может быть, это по всем. Но у нас с вами лично есть тот инструмент, при помощи которого мы можем с вами иметь осознание, наблюдение, восприятие и взаимодействие с этой энергией. Однажды у мастера спросили, что такое жизнь? и он сказал, жизнь отображается в миллиардах форм. Вы можете изучать их все. Вы можете потратить несколько жизней на изучение этих миллиардов форм, на описание их, на взаимодействие этих форм между собой. вы можете убежать в мае, в игру, но все это будет лишь одно. Это будет лишь энергия. и качество энергии будет зависеть не от внешнего взгляда, не от количества списков, описаний того, что ты наблюдал, а от того, насколько она трансформируется в самом человеке. и это не идея. Это не моя идея. Это не я хочу привнести и приумножить свою идею. Это не я придумала. И не я автор этого всего. Это сама жизнь, само мироздание, которое вот оно весь во все. Завершая эту часть, хочу добавить что развернуться к самому себе, увидеть себя во многих образах, развернуться к самому себе и принять себя еще не познанным, я себя еще не познал. Это тот первый шаг на пути раскрытия самой жизни. шаг напомнить, что это единственный шаг, ради чего мы поплатились. до новых чудесных встреч. С вами была Ирина Искович в четвертой части шаг в обратную сторону. Пока-пока! Субтитры